Всем привет! Сегодня я собралась силами, положила лень в сторону, взяла чашечку кофе и поговорю с вами на самую задаваемую тему на моем канале, как ни странно, о жизни в кибуце. С того момента, как я вам рассказала, что я живу немножко необычный, наверное, это неправильно сказать живу, веду немножко необычный образ жизни, в плане того, что я живу в кибуце и мало вообще где такое существует, для людей это, наверное, звучит немножко странно и непривычно. Полилось вообще море разных вопросов, как, что, зачем, как сюда попасть, что, где. Только, пожалуйста, не начинай лаять. В общем, хочу вам сегодня рассказать немножечко о кибуце, опять же, и немножко ответить на вопросы, которые мне задавали разные зрители мои, разные подписчики. В общем, кто угодно, кому эта тема интересна, сегодня это видео для вас. Итак, хочу сразу сказать, был один мой зритель, к сожалению, сейчас не помню имени, который попросил, чтобы я снимала меньше видео о косметике и больше видео о кибуце, может быть, какие-то влоги, может быть, показывать, как живут в Израиле. Нет, не о кибуце, в принципе, об Израиле. Он сказал, что из-за ситуации в мире, в России, на Украине, наверное, многие задумываются о репетриации в Израиле. Хочу сразу вам сказать, мой канал не об этом, мой канал, да, о косметике, о женских штучках. И именно для этих тем, для того, чтобы мужчинам больше, как говорится, было более интересно смотреть мой канал, чтобы я могла отвечать на ваши мужские вопросы и о репетриации, может быть. Я специально для этого сделала канал влогов, где я просто буду показывать жизнь в Израиле, как здесь, что, зачем и почему, и вот такую свою жизнь в Израиле. Поэтому, все мужчины, я вам советую обязательно зайти на канал влогов, подписаться, может быть, оставлять там свои запросы, вопросы, и я буду для вас это уже снимать, но вот не так вот напротив камеры, а конкретно ходить, показывать, рассказывать. В общем, в принципе, что вы хотите, то я буду снимать. На этом канале я буду продолжать снимать видео о косметике, так что извините. Второй вопрос, который меня постоянно задают, как сюда попасть? Товарищи мои дорогие, я сама понятия не имею, как сюда попасть. Я знаю, что в Израиле есть такое понятие, как какая-то организация кибуцов, что можно туда обратиться, узнать, какие кибуцы принимают людей из... снаружи, как это, в общем, выразится, и вам дадут там всю информацию. Я сюда попала поскольку-постольку, потому что, когда я приехала в Израиле, сразу меня направили в этот кибуц, и кто же сюда приезжает по разным программам, то у него есть возможность остаться. Так просто люди, кто хочет сюда попасть, в наш конкретный кибуц, это не особо возможно. Поэтому я вам эту информацию вот просто я не знаю, да, вот не знаю. Также у меня многие репертоианты, которые по разным программам приезжают, спрашивают, если можно конкретно в наш кибуц попасть. В наш кибуц нельзя попасть. Сюда на данный момент ни одна программа не приезжает, кроме так называемого ЦАБАРа. Если вы знаете, что такое ЦАБАР, ЦАБАРа, это дети израильтян, которые репертуировались в другие страны, в основном Америка и европейские страны, и которые, когда они вырастают, хотят призываться в армию, то есть такая программа ЦАБАР, которая их как бы возвращает на родину, они призываются в армию. Вот у нас есть единственная такая программа, и то на данный момент, последние три года ее нету, потому что их просто физически негде селить. У нас у самих членов кибуца на данный момент есть проблема с жильем. Мы все уже на очереди ждем новые дома, потому что все немножко запоздалось, потому что весь кибуц в починке и в строительстве, и на данный момент никого, ничего не принимают. Но в принципе им и репортериантов с России сюда уже не принимают, наверное, с 2003 года, насколько я помню. 2003 год была последняя группа, что приехала, и с того момента больше никого сюда не принимают. Я точно могу с уверенностью сказать, потому что я знаю, что у меня такие есть люди, которые из вас мне не верят, что сюда не принимают. Сюда не принимают. Есть такой вопрос, который вы мне всегда спрашиваете, и мне немножко это звучит смешно. Наверное, я вас немножко ввела в какое-то, в какое-то, может быть, заблуждение, что ли, я не знаю. У меня только складывается впечатление, что вам всем кажется, что здесь вот такая вот рай-малина, все бесплатно, все халява. И многие меня спрашивают, неужели у вас это бесплатно, то бесплатно, почта бесплатна, там, не знаю, все что угодно. И вообще, как бы люди слышат, что я говорю бесплатно, им кажется, а, ну тогда я тоже хочу, я сюда приеду, так поживу на халяву, то бесплатно, то бесплатно. Не все так просто, и бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для того, чтобы попасть в общий кибуц, как мой, нужно пройти, по-моему, три экзамена я сдавала. Если вы проходите все экзамены, которые вы должны пройти, если я не ошибаюсь, это, по-моему, три экзамена, и как бы все в порядке, и вы собираетесь сюда приезжать, вы должны учесть такую вещь, что если вам свыше 30 лет, и вы семья, даже не важно пара, то вы должны дать какой-то определенный взнос кибуцу. Это, я не знаю, сказать, какая-то сумма, она все время делится там на разный, потому что кибуц с того момента, как тот, кто тот, в принципе, родился, жил, учится, освобождается с армии, кибуц начинает для него, для пенсии откладывать деньги. Я вам когда-то рассказывала, что в кибуце пенсия высокая, она высокая именно за тот счет, что с самого раннего возраста, как человек, как бы, может работать, на него откладывают пенсию. И поэтому, когда сюда принимают кого-то в членство, они, как бы, ретроактивно требуют эти деньги, чтобы этот человек, который сюда приходит, вложил в кассу кибуца для того, чтобы он был наравне со всеми. Поэтому эта сумма иногда может превышать, ну, очень-очень много денег. Я не буду суммами кидаться, но очень-очень много денег. Потом все спрашивают, бесплатно, не бесплатно? Ну, понятно, что бесплатно. Я вам еще раз повторяю. Это общий кибуц. Мы зарплаты не получаем. Поэтому все услуги кибуца, что это медицина, образование, не знаю, почта, еда, прачка, конечно, это будет все бесплатно, машины, потому что у нас не на что тогда будет это все брать, потому что зарплаты у нас нет. У нас есть карманные деньги, но эти карманные деньги, они на то и называются карманные деньги, а не зарплата, потому что их не хватает на все это. Поэтому все услуги, то, что есть у обыкновенного человека, который получает зарплату в городе, у нас они есть в Кибуце. В общем, я надеюсь, на этом я немножко вам объясняла систему. Я не думаю, что есть такое место где-то в мире, где все бесплатно. Это бесплатно не просто так. Это бесплатно, потому что здесь такая жизнь, здесь такая идеология. Так здесь люди живут, и оно бесплатно может быть лично для меня, но вместе с тем у меня нет этой зарплаты. Например, если я на своей работе работаю, не знаю, к примеру, зарабатываю 2000 евро, то вы должны понимать, что эти 2000 евро уходят в Кибуцу, Кибуц мне выдает сумму намного меньше, но вместе с тем он мне все оплачивает. И тогда это в принципе выходит что-то наравне с тем, что люди живут в городе. Просто здесь это кому-то нравится, кому-то это подходит, кому-то это не может терпеть, и от этого держится подальше. Следующий вопрос мне уже задала моя подписчица. Эти вопросы до этого были такие общие, которые вы мне многие задавали. Следующий конкретно мне задала подписчица Юля. Габи, добрый день. Хотела спросить, если пара живет в Кибуце, им обоим необходимо работать на Кибуц, или один может работать на Кибуц, а другой вне Кибуца? Скажу так, моя пара конкретно вот такая вот. Нету такого работать на Кибуц. Вы немножко путаете термины. Есть такое понятие член Кибуца, и он не обязан работать на Кибуц, он может работать где он хочет, хоть в правительстве. Просто вся его зарплата будет заходить в Кибуц. Есть такое, например, понятие, как мой муж, что он считается жителем Кибуца, и он просто здесь за все платит. Мой муж работает на работе, он получает зарплату, как и вы все. И здесь он платит за еду, за жилье, за прачку, муниципальные налоги. Все, 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 что вы платите в городе, мой муж платит точно так же здесь. А мой муж пока молодой, он моложе меня, и пока его решение не вступать как бы в членство здесь, по нашим личным причинам, потому что мы еще не решили, не решили, что мы хотим немножко от жизни, поэтому мы пока с его членством немножко ждем. И еще интересно, почему ты выбрала жизнь в Кибуце? Это намного выгоднее и удобнее, чем жить в городе? Или есть же какие-либо другие причины? Если не секрет, каков средний размер выплаты на карманные расходы в Кибуцах? Скажу так, почему я лично выбрала жизнь в Кибуце? Потому что, когда я приехала в Израиль, я попала сюда, я прожила здесь первых 5 лет, то есть закончила здесь школу, пошла в армию, была здесь, потом еще 2 года, в принципе 7 лет первых, потом еще 2 года здесь отработала на заводе, потом отсюда уехала. И когда я уехала и начала жить в городе, я жила на юге в Баршеве, я жила на севере в Нарии, я поняла, что мой Израиль, как я люблю Израиль, как я его вижу, и как я представляю свою жизнь, он отсюда, с Кибуца, с этой деревушки, а не так, как Израиль в тех городах, в которых я была. В общем, я поняла, что я как бы, наверное, скажу это так, наверное, знаете, как я это скажу? У меня не очень есть химия с Востоком. То есть в городах, в тех, в которых я жила, Израиль, он относительно восточная страна. А я все-таки, наверное, привыкла к нашему кибуцу, как здесь, в этой, знаете, коммуник-теплице, как моя мама называет, все живут, более такая европейская страна израильтян, поэтому мне было просто очень сложно там втереться, вжиться, мне было все странно, все кричали. То есть, не знаю, мне казалось, все наглые, ужасные, непонятные, ходят в тапках. В общем, не знаю, мне все казалось каким-то ужасно странным, непривычным, не знаю, я себя чувствовала просто, как вот, не знаю, посадили медведя в банку. Ну, не знаю, ужасно себя чувствовала, в общем, и я даже была одно время, когда я уже все решила, что я уезжаю из Израиля, что это не для меня. И тогда как раз мы предложили сюда вернуться. И вот жизнь кибуце, мне она нравится, я, конечно, понимаю, что это теплица, я все прекрасно это понимаю, но она просто отличается от типичной израильской жизни, наверное. И просто, наверное, я девушка не восточная. Вот, наверное, такой вот, может быть, примитивный ответ на самом деле, но вот какой есть. Вот я даже ничего плохого, по сути, не могу ничего плохого про Израиль ни в коем случае сказать, я люблю эту страну, я здесь живу. Нет, ни в коем случае, просто вот как-то у меня вот химия. Это же, вы знаете, когда люди встречают друг друга, кто-то влюбляется, а кто-то не получается, это не значит, что они плохие. Это просто значит, что не было какой-то химии, то же самое у меня с Израилем. Это значит, что Израиль плохой, и я его люблю, и я люблю многие города, и мне нравится ездить, и я везде с удовольствием езжу, но вот жизнь, я в городе себя не видела, я не чувствовала себя дома, я себя чувствовала как-то, я была все время в какой-то депрессии, мне было плохо, мне было грустно, мне ничего не нравилось, мне все раздражало, в общем, я была не я. Два года, это вот действительно два потерянных года из моей жизни, что я прожила в городе, наверное, если я не попробовала, я не знала, поэтому я рада, что это попробовала, но это однозначно, Израиль в городе, он не для меня. По поводу карманных расходов скажу так, что это в зависимости, в каком кибуце живете, насколько кибуц богат, и насколько он вас может обеспечивать, если так правильно можно выразиться, это может быть, не знаю, там 200 евро в месяц в каком-то кибуце, в каком-то это может быть 500, 600, в каком-то 300, то есть, ну, я думаю, что в среднем, наверное, это от 300 до 600, вот в этой рамке разные кибуцы, разные доходы, в принципе, в какой-то, вот в этой рамке они как-то делятся, да. И последний вопрос, на который я сегодня отвечу, была одна подписчица, я не буду говорить ее имя, которая написала мне такое сообщение, что она живет в Киеве, и они с мужем думают о репортериации, и сейчас, когда уже дело вот-вот должно случиться, у них возникли большие сомнения, стоит ли менять свою жизнь в другую сторону, поначитавшись ужасов на форумах, что для репортериантов работа в Израиле только уборка, мойка унитазов и все тому подобное, то есть, одна черная работа, их туда специально для этого везут. Я бы хотела устроиться певицей для начала в каком-нибудь заведении, но мне сказали, что в каждом ресторане в Израиле только арабская музыка, западного нет, отсюда я и думаю, смогу ли я реализироваться там, и стоит ли менять хорошую квартиру здесь, в Киеве, на малюсенькую конуру там, чтобы мыть полы, унитазы и все такое. Напиши, пожалуйста, свое мнение. Во-первых, тяжелый вопрос, это раз. Во-вторых, если вы здесь никогда не были, то мой совет вообще, в общем-то, всем, которые репортерируются сюда, сначала приедьте в Израиль, посмотрите, что это такое, вообще с чем это едят, перед тем, как вы делаете этот шаг. В первую очередь, вы, не знаю, накопите эти деньги и сделайте этот шаг. Не приезжайте сюда, не знаю, куда вы едете, как страна выглядит, как здесь люди живут, а потом приезжая сюда, гоните на эту страну, что она, как бы будете гнать на эту страну, что она плохая и ужасная, и фу, как я сюда приехала. Сначала придите, посмотрите. Это первое. Второе, это глупости, что написали, что везде играет арабская музыка, это просто бред, ну, ребята, это бред. Это бред. Во-вторых, я, конечно, вообще, мне очень сложно советовать такое, решаться на это, не решаться на такое. Наверное, в любой стране, в любой стране, дорогие мои, первое, что для того, чтобы вы смогли устроиться, это язык. Хотите вы того и не хотите. У меня родители, моя мама с мужем переехали жить в другую страну, с Латвии в 50 с чем-то лет. Моя мама сейчас последние 6 лет, ей сейчас 59, последние 6 лет с 53 года, с 53, нет, с 53 года она приехала жить в Ирландию, последние 6 лет она живет в Ирландии. И это сложно в таком возрасте все забросить и переехать в другую страну. В таком возрасте уже вообще все сложно. И если бы не язык, если бы не язык ее мужа устроиться на работу, на нормальную, хорошо оплачиваемую работу, может быть, и им там было очень сложно, но мамин муж устроился, работает из-за того, что он знал язык. Поэтому также я считаю, что в Израиле, когда вы сюда приезжаете, в первую очередь очень важно выучить язык. Я думаю, что если вы выучите язык и будете знать наравне, общаться, как и любой израильтянин, как я, например, у вас не будет никакого барьера. Язык вам однозначно поможет устроиться на любую работу, в принципе, на какую вы хотите. Понятно, что есть работы, там, не знаю, доктора, инженера, где вам нужно определенное образование. Но даже если вы приезжаете с другой страны и у вас есть это образование, здесь его, зная язык, можно доказать и устроиться на тот же завод. У меня есть друг, у которого родители сюда приехали, прошли все экзамены и доказали, что они врачи. То есть не доказали, сдали все экзамены, работают здесь с врачами. То есть все возможно, все упирается в язык в новой стране, в какой бы вы ни жили, все упирается в язык. Потому что здесь можно, в Израиле есть такие возможности, где вы можете, например, как я начинала работать в банке, когда у меня вообще никакого образования не было, ничего, начинала со студенческой работы, 4 дня в банке, и люди с такой же, как я, работают, и я ушла оттуда, мне это не понравилось, а люди с такой работы делают карьеру, то есть все упирается язык, если вы язык знаете, то вам пойдет все относительно легко, то есть остальное это ваше желание, ваш труд, но главное выучить язык. А по поводу певицы, я думаю, что можно устроиться, я вообще не советчик в этом плане, потому что я понятия не имею сейчас, но я уверена, что можно устроиться певицей, и это полные глупости, что тут вообще нет западной музыки, где-где в Израиле есть всякая музыка, какая только может существовать, я понимаю, что это восточная страна и все, но вместе с тем эта страна очень модная, очень современная, здесь народу намешано, откуда вы только, не знаю, только наш кивудс, тут его строили американцы, европейцы, русские, господи, кого-то только нету, то же самое и во всем Израиле, тут кого вы только не хотите есть, даже есть китайцы, которые проходят ги-юр, становятся евреями и здесь живут замечательно, и у нас, ну это глупости, современная музыка, особенно в центре страны, вот так вот, сейчас мне еще скажут, что нет театров, только арабские театры, ну это глупости, конечно, это абсолютные глупости, но я вам скажу, все, что вы в форумах начитались, я могу, наверное, сказать с уверенностью, что каждый себя чувствует по-разному, каждому что-то другое, вот мне тоже, например, не нравится в городе жить, но это не значит, что кому-то понравится жить так, как я живу, то есть для каждого это что-то свое, каждый видит Израиль по-другому, кто-то обожает эту страну, кто-то ее ненавидит, да, много репортериантов приезжают, работают на уборках, на нянечках, потому что не знают языка, очень сложно выучить, и это легкая работа, которая не требует, как бы это тяжелая работа физически, но это самая легкая работа, которую можно найти, а если вы молодая пара, я вообще не вижу причин, почему вы не сможете выучить языка и не сможете продвинуться, куда вы хотите, и достичь тех вещей, которых вы хотите, поэтому я думаю, наверное, все зависит от вас. Я могу только сказать так, что репортериация в любую другую страну не отличается от репортериации в Израиле, единственное, что в Израиле знают, что такое репортериация, к нему, к этому здесь очень привычно относятся, к этому привыкли, здесь очень много репортериантов все время, здесь знают, как относиться к репортерианту, здесь это принимают, и поэтому здесь, может быть, этот процесс немножко легче проходит, А все остальное зависит от вас. Если вы выучите язык и вльетесь в общество, и это не значит, что вы должны, не знаю, начинать ходить в пижаме и в тапках, да, по городу, грубо говоря. Это просто значит, что вы будете частью общества, индивидуальностью, но частью израильского общества, поэтому все зависит от вас. Но, опять же, мой самый, наверное, такой совет, это перед тем, как сюда репортерироваться, я вам всем советую приехать посмотреть, потому что я могу сказать однозначно, что Израиль, со всей любовью к Израилю и к тому, что эта страна евреев, она очень многим может не подходить и не нравится, и не все могут здесь ужиться, однозначно. Ну что ж, на сегодня это были все мои ответы на такие часто задаваемые вопросы. Я надеюсь, я вам в большинстве ответила, хотя я думаю, что я постоянно повторяюсь и говорю одно и то же, если честно. Я просто надеюсь, что вы слышите то, что я говорю, не то, что вы хотите слышать, потому что у меня сложилось немножко такое впечатление, что из всех моих рассказов вы услышали только бесплатно, честно. Вот, если у вас еще есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, оставляйте их в комментариях, я обязательно-обязательно буду вам отвечать. Если увижу, что накопится много вопросов и будут постоянно одни и те же вопросы, я обязательно сделаю еще похожее видео и буду отвечать на ваши вопросы. Дорогие мужчины, заходите на канал влогов, оставляйте, что вы хотите посмотреть, я буду для вас с удовольствием снимать. На сегодня все, увидимся в следующий раз, пока! Субтитры сделал DimaTorzok